Приветствую вас, интернациональная аудитория. На канале Каменный Успех. Дома из камня. Итак, начинаем класть камень. После того, как выставили ступенчатые камни по кругу маяки, по этим маякам вы уже провилом отбиваете каждый камушек, и он становится ровненько и аккуратненько. Когда вы ставите камень, необходимо в первую очередь наложить раствор бетона. У нас бетонная смесь, чтобы бетон был немножко возвышен, для того, чтобы было куда ему расползаться. Когда вы ставите камень, вы пристукиваете, и каждый камушек необходимо ставить так, чтобы если у вас на камушку где-то перекос в одной стороне, где-то больше высота, а другой ниже. То есть высотой наружу ставите, чтобы камень не плыл, не перекашивался. Тогда это будет хорошая, такая добротная работа. И вот если вы посмотрите на камень, все животики камня в одной плоскости должны стоять. Наш основной инструмент прикладки мостовой, это провила, после того, как вы поставили маяки. Во-первых, чтобы наши камни не были перекошены, во-вторых, что ниже или выше, чтобы они ровненько стояли. В ширину или в длину. Камни, какие они, большие, маленькие, не имеют значения, лишь бы они ровные были, лишь бы платформа этого камня позволяла стать хорошо нашу мостовую. Глубина, начиная от 15 до 25 сантиметров. Меньше мы не ставим, как бы, а вот именно такие глубокие камни, они как раз хорошо становятся. Высота мостовой камни наши 15-25 сантиметров. Черновая стяжка 5 сантиметров. Верхний бетон, который мы уже непосредственно ставим камень, приблизительно 10 сантиметров, и все остальное камень. Камень наш кладется на свежий бетон. Камень наш кладется на свежий бетон. Камень наш кладется на свежий бетон, чтобы было куда залить финишный жидкий раствор. Но если у вас там побольше отверстия, то, естественно, вы берете и вставляете вот такие вставочки. Вот они, красавцы. Вот, видите? И они хорошо смотрятся, естественно, поглубже, потому что есть такие кандидаты, которые вставляют, типа, такую плоскую вставочку, которая отпадает потом через три дня. Поэтому берете глубокие, мелкие камушки и вставляете. Тоже их немножко обкругляете, чтобы они хорошо входили вовнутрь. Чем остовая может быть привлекательная? Конечно же, своей обтекаемостью. Вот если вы посмотрите, вот сюда каждый камушек имеет свою обтекаемость. Это когда сбитые углы. Вот, видите? Каждый угол сбитый. Если, скажем так, углы завернуты, они плохо смотрятся, они режут глаз. И мне постоянно приходится напоминать ребятам, которые обрабатывают камень, поверхность камня должна быть обтекаемая. Тогда мы наслаждаемся красотой, обтекаемостью. Ну, вот такие зазорчики у нас. Вот такая, как бы, фишка получается. Вот уже, смотрите, там готовая площадка, там вон камушки подвозятся. Олег там делает строительный шов, чтобы был аккуратненький, ровненький, чтобы раствор, ну, то есть не был соединен платформа с платформой. Поэтому пока свежая, пока возможно удолбить, мы все это дело рассоединяем. И будет строительный шов. Вот как здесь строительный шовчик. Мостовую мы кладем по секторам. То есть, вы увидели наши строительные швы. Вот, смотрите, вот один строительный шов, через пять метров следующий, через пять метров следующий строительный шов. Обязательно должен быть наклончик, чтобы вода стекала. У нас хороший наклончик, потому что у нас горная местность, она идет как бы вверх, поднимается. Но, человек, который, скажем так, ровная плоскость, естественно, ему надо тоже делать наклончик. И чем больше, тем лучше, чтобы хорошо вода стекала по камням. Если бетон делается один сантиметр на метр, один сантиметр и даже больше. Наклон мостовой зависит от вашего проекта. Только вы, мастера, можете это сделать и довести до ума, потому что вам на месте уже решать, куда ваш уклончик будет уходить. Не архитектор решает, у него там свои проблемы. А здесь, вы должны сами определить, ага, дом с этой стороны, значит, наклончик туда, то есть оттуда, сюда, куда вам вода должна уходить? Туда, значит, вы делаете, как бы так, можете сделать выемку, чтобы вода уходила, или наоборот, горбуш, чтобы вода по разной стороны уходила. Если вы там один работаете, вы уже должны смотреть, как хозяин, как заказчик, как подрядчик, как мастер, и как подсобник. Приходится преображаться в разные личности, потому что иногда нужно, перезагрузить, ребят, переиграть, для того, чтобы сделали хорошо и долговечно. И вот если вы посмотрите на вот эту мостовую, вот она сделана тоже, как у нее стек на эту сторону есть, так и на эту сторону, вода вся стекает на ту сторону, чтобы не к дому, а позадом, то есть от дома, и потом несется туда, аж вниз до гаража. Даже если смотреть вот сейчас, в данный момент, вот там белые камни, а здесь они почерневшие камни, это значит о том, что там вода больше задерживается, чем здесь. И если посмотрите в своих городах, мостовые, царские мостовые, когда вот мостовая сама идет, посредине она возвышается, дугой, как бы коромыслом, машины даже, когда едешь, это самое, так немножко на сторону, у тебя не... чтобы вода, видать, стекала хорошо, и никогда не замерзала, не заставилась на одном месте. Итак, друзья, для того, чтобы с перекоса выйти напрямую, мы поставили один маяк, один маяк, вымерили нашей рейкой, провила. Вот здесь еще один маяк поставим, для того, чтобы нам уже выйти на финишную прямую. Здесь мы будем заканчивать сегодня работу. Вот, я думаю, что будет хорошо, легко съезжать, для машин, немножко, как бы, еще приподнято, мостовая и так под уклончиком, ну, здесь еще немножко, ой, не намного, буквально, на 5-6 сантиметров, выше, но, посмотрим. Итак, друзья, когда кладете под определенными углами, когда у вас где-то какие-то перекосы, обязательно, нитка, и, вот видите, надо ровно всегда проверять правила, потому, что взгляд обманчив, если необходимо, приподнять край, чтобы было ровно, камушек, холика, закладывается, между раствором, посредине, то есть, камень не должен прикасаться, к другому камню, здесь тоже, ближимся к окончанию, здесь заканчивается, мастер, и с этой стороны, тоже, тоже. Субтитры сделал DimaTorzok и, И так, как же ставится последний камень? Как выходит с этой ситуацией, когда у вас строительный шоу, когда нужно продвигаться вперед? Вот смотрите, со всех сторон выставили маяк, у нас нитка натянута так. Здесь тоже мы натягиваем нитку, выставляем маяки, оставляем зазор приблизительно метр, с другой стороны тоже выставляем зазор, убираем нитку, и ребята заезжают тележком, высыпают раствор. И так, когда вы замостили, когда у вас остается маленькое пространство, натянули обратно нитку, вымостили ступичные камни, маяки. Вот ты вступаешь одной ногой сюда, в средину, ставишь этот камушек и обратно, и уже последний камушек, и все. Какой состав бетона? Три ведра щебня и три ведра отсева. Щебень должен быть мелкий, один на один, скажем, один на два. И полмешка цемента 500 кг. Все это перемешиваем, и получается наш раствор. Для русских регионов, для любых других, я не знаю как, но в основном в России это мелкий, мелкий песочек. То есть, кто-то там восхищается, да, для кирпича это восхищение, а для камня это не то. Если у вас такой песочек, купите себе одну машину песка, одну машину отсева, крупненького, зернистого, чтобы ваши камни не просто поставили, он где-то уплыл, непонятно куда, чтобы ваши камни хорошо становились, чтобы они чувствовали под собою, так сказать, ту смесь, которая его устраивает, этот камушек. То есть, он так мягко, так мягко, раз, 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 раз и сел на свое место. Раз, пристучали правилам и все. Итак, в следующем видео, тема строительные швы. Как их необходимо делать? Потому что многие пишут, что строительные швы не нужны. Они не предостерегают от трещин. Здесь постоянно сейсмическая зона и земля трясется. Поэтому они необходимы. Состоятельные люди, строите из камня мастера. Зарабатывайте на камне.